Киев начинает определяться по вопросу Армении. В Киеве говорят уже о разделе шкуры убитого медведя. В этом контексте обсуждаются также происходящие или предстоящие метаморфозы на постсоветском пространстве. Оценки украинского экспертного сообщества по поводу Армении стали достаточно адекватными, в сравнении с тем, что в начале войны превалировали нелепые тезисы типа «Скоро в Армении откроют второй фронт» против России. В Украине поняли, что Россия действует против Армении совместно с турками, и это не тот схематичный случай, который они представляли. В Киеве поняли также, что турки и Баку действуют рука об руку с Россией, а отправляемые Киеву Байрактары и топливо только для отвода глаз и маневрирования. Несмотря на все это, в Киеве в качестве средства вывода Армении из-под влияния России рассматривается мирный договор с Баку. Интересно, согласились бы в Киеве заключить договор с Москвой, оставив Крым, Донбасс и прочие территории России. Украинцев можно понять, в то же время, геополитическая заявка на разделывание шкуры российского медведя требует полной адекватности и более широких взоров. Компанию против Украины Россия начала, воодушевившись успехом совместной с турками компанией против Армении. Москва предприняла с турками ряд попыток по созданию трехстороннего формата и легитимизации своей компании, видимо, именно в этом причина того, что в Киеве, все же, стали смотреть более трезво на события в Армении. Разглагольствование о втором фронте против РФ и радость по поводу мачизма Эрдогана ни к чему хорошему не приведут. Армения не пашинян, пророссийская парламентская оппозиция и такие же СМИ.